Доброе утро! Время 7 утра. Мы выезжаем из отеля. Сегодня наш путь лежит национальный парк Крюгер. Один из крупнейших и старейших парков в Южной Африке. Был основан в конце 19 века Паулем Крюгером, президентом Трансвааля. Представляете, почти 150 лет уже парку. И считается, считается, что в Крюгере самая большая популяция диких животных на квадратный километр. То есть в мире это имеется в виду, в мире. То есть больше, чем там, нигде диких животных нет на квадратный километр. Что замечательно, это то, что там находится больше 12 тысяч слонов, которых мы хотим увидеть. Больше тысячи леопардов, 2500 львов, 5000 носорогов. Вот носорогов тоже интересно, потому что они достаточно редкие существа создания. Все за ними охотятся. Вот. А тут 5000 носорогов обитает. Вот. То есть у нас, я надеюсь, будет шанс увидеть сегодня носорога. Ну и кого-нибудь еще, там всякие жирафы, антилопы, гиены-то в расчет не берем. Вот. Едем смотреть. В парке есть вот такая карта, на которой видно перемещение животных. Вот. Видите, у каждого животного свой цвет. Лев красный, леопард черный, слоны там, носороги и так далее. Давайте посмотрим. Вот это, что было вчера, это то, что сегодня. Так, нас интересуют леопарды. Леопарды. Так, а где мы? Мы въехали вот здесь. То есть прямо здесь вчера рядом с нами были леопарды. А сегодня их видели вот здесь, чуть дальше по дороге. Что еще? Львы? Львы, конечно. Львы тоже вчера были здесь. Сегодня они ушли чуть подальше сюда. Вот, вот наш ход. Да. Въехали в парк. Конечно, очень сильно отличается от Итоши. В плане даже развитости, инфраструктуры. В самом парке есть заправка. Сейчас мы находимся на территории лоджи, в котором есть парковки, ресторан, туалет. Ну, то есть, очень цивильно. Это один из немногих лоджий на территории парка. Вообще, на территории парка очень много лоджий. И можно останавливаться прямо внутри парка. Они огорожены забором с колючей проволокой под напряжением. То есть, животные сюда не могут пройти. Но ты находишься внутри дикой природы. Единственный минус такие лоджии надо бронировать заранее. И очень часто там за несколько месяцев до своего прибытия. Вот так вот выглядит осмотр животных. Едешь по дороге, вдруг, бац, машины стоят, пробка. А оказывается, вон там вот гиены тусуются. Какая хорошая гиена, а? Смотрит прямо на нас. Иди сюда, сосиску дам. Иди, иди сюда. Смотри-ка, буйвола доедает. Молодцы какие, а? Кто буйвола поймал? Сами или лев? Вон там что-то ногу. Смотри, банит. Вот этот стоит, который прямо, это щенок. Он размером, наверное, где-то с овчарку. А рядом с ним стоит взрослый, он здоровый. И вот тоже, видите, какое? Нереально мощное. Вон сланы тусуются у нас тут, значит, рядом с нами. Целая семья стоит в тени дерева. Папа. Мама, маленькие слонята там ходят. Так, это подросток пошел за мамой. О, а мелкий слоняна ходит. Я спрятался. Я не знаю, кто это такой. Какой-то гусь. Лапчатый. И он очень здоровый. Ну, вы видите, птеродактиль. Смотрите, что такое парк Крюгер. Движение как в Москве. Пробок, правда, нет. В общем, пока животных не особо видно, потому что густые заросли. Вот, видите, животное может стоять, какой-нибудь слон в 30 метрах будет стоять, вы его не увидите. Вот, все, видимость 5-10 метров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он идет прямо к нам. Да, сейчас он поближе подойдет, и мы отъедем. Смотрите, какой он большой, красивый. О, красавчик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, какой красивый. Дружок, ты очень красивый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пошли, двух красоток. Мартин. Два Мартина стоят. Эй, Мартин, привет! Толстый какой, смотри. Ну, недоволен. Конечно, отвлекаем от еды. Да, здесь какие-то другие зебры, нежели чем мы вы тоже видели. Если сравнить у них полоски, они чуть-чуть разные. Ещё одно маленькое удовольствие. Увидели жирафа. Мама жирафица. Сынок жирафик. А вот здесь вот папа жираф. Вы спросите, как я их отличаю. Смотрите. У самок, у них волосатые рожки. Видите? Вот такие вот волосатые рожки. Вон, видите, небольшие лысинки на вершине рожек. Ну, это, значит, самец. Вот такой вот National Geographic вам сегодня. Вот тут целое ещё семейство пришло. Жирафов к нам на зов. Мы сигналили, сигналили, они и пришли. Вон, видите? Тоже молодняк подтянулся. Вот так вот просто животные переходят здесь дорогу. Кстати, Крюгер – это первый национальный парк в Африке, который я вижу, в котором практически полностью асфальтированные дороги. То есть дороги здесь асфальтированные, есть места грунтовые. Это всё обозначено на карте. Карту мы купили отдельно. Крюгер очень большой. Почти весь день ездим. Уже где-то около 200 километров накатали. Это только по парку. Не проезжая ещё по одним и тем же местам два раза. Даже на легковушках можно ездить совершенно спокойно. Будет, не будет никаких неудобств. Смотрит на нас так недовольный. Вот здесь вот у меня ходит жираф. Только что мы видели слонов, буйволов, зебр, всяких разных животных. Нам осталось только увидеть хищника. Но это всегда, сами понимаете, удача. Удача, потому что это не зоопарк. Никто вам их на дорогу не выводит. Просто дикая территория, огороженная забором, чтобы защищать животных от людей в первую очередь. На которой существует своя экосистема, на которой животные тусуются. А также проложены дороги. Люди могут просто ездить по дорогам. Вот так вот ездить, выбирать ракурсы. И фотографировать животных. Снимать разных животных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»